Добрый вечер! Вы смотрите программу Общество Юкраин. Сегодня Верховная Рада подняла социальные стандарты в Украине, подняв минимальные зарплаты и пенсии. Поможет ли этот шаг реально улучшить жизнь простых украинцев? На этот вопрос ответят гости нашей студии. Заслуженный экономист Украины Виктор Суслов. Добрый вечер! Спасибо, что пришли. И представитель Института социологии, кандидат социологических наук Андрей Зоткин. Приветствую! Добрый вечер! Ну вот сегодняшнее решение, как говорят, это зарада или перемога. Этот шаг рационален или же популизм? С другой стороны возьмем, популизм. Среди того, что делала Юлия Тимошенко и ее правительство, которую очень часто упрекали в том, что она необоснованно поднимает социальные стандарты, бюджет не может их вынести. Вот как вы считаете, Виктор Иванович, давайте с вас начнем. Да, вообще нужно принять во внимание, что в этом повышении социальных стандартов нет ничего нового. Это было запланировано почти год назад и утверждено законом о бюджете на 2015 год только с 1 декабря. И абсолютно те же самые цифры теперь правительство предложило ввести в действие на 3 месяца раньше, то есть с 1 сентября. Ну, я думаю, это мое мнение, социологи пусть подтвердят или опровергнут, что все-таки это связано с тем, что в октябре у нас местные выборы и, конечно, желательно бы хотя бы чуть-чуть дать людям дополнительных денег, особенно малообеспеченным. Потому что надо понимать, что произошло в течение этого года. Инфляция более 50%, это резкое обесценение любых денежных доходов и сбережений, что воловой продукт у нас упал больше, чем на 14%, что уровень жизни, измеряемый лучше всего показателем реальных доходов населения, упал примерно на 1 четверть в течение года. Объемы розничного товара оборота, которые характеризуют тот же факт обетнения населения, тоже упали на 25%. Но, конечно, на этом фоне повышение всего на 13% вот этих минимумов зарплат, пенсий, стипендий абсолютно недостаточно, потому что 13% мы можем сравнивать с 25% падения реальных доходов и тем более с темпом инфляции. Но такое решение было принято, цифры все один в один повторены, те, которые планировалось ввести 1 декабря, но за исключением только одного показателя, правительство увеличило почасовую оплату по сравнению с тем, что планировалось. То есть планировалось с 1 декабря по часовую оплату установить минимальную 8 гривен 25 копеек, а с 1 сентября она теперь будет установлена на уровне 8 гривен 29 копеек. То есть аукцион невиданной щедрости, минимум часовой оплаты повышен на целых 4 копейки. Как вы считаете, это популизм, это решение правительства? Ну вот что интересно, у нас в Украине зрада и перемога это два сиамских близнеца, плавно перетекающие один в другой. И эта перемога становится зрадой и наоборот. Но боротьба тревает. Боротьба тревает, не с кинчем. В чем тут специфика? Эти копейки ни в коем случае не компенсируют те потери, которые уже понесло население Украины за период последних полутора лет. Значительно упали жизненные стандарты и даже сами представления, насколько гражданин может поддерживать себя на плаву в этой экономической ситуации. Вот, например, минимальная заработная плата в долларовом эквиваленте в 2013 году составляла 215 долларов, в 2014 142 доллара, а в этом году уже около 90 долларов. Изменились даже сами представления о необходимом жизненном уровне. Если в 2013 году граждане Украины отвечали, что им необходим жизненный уровень на одного человека в семье где-то на уровне 391 доллара, в 2014 году 193 долларов, то в этом году уже где-то на уровне 160 долларов. То есть зарплата в гривневом эквиваленте осталась та же, но значительно упала ее покупательная способность и, соответственно, свернулись все покупательные инициативы граждан. В результате чего эта добавка к зарплатам и пенсиям не решает коренным образом проблемы, но тем не менее создает эффект работы правительства. Таким образом все получают, зачем пришли, политики получают бонусы к своей демагогической деятельности, к своей политической риторике, дескать, мы заботимся о гражданах, а граждане получают очередную иллюзию, что правительство о них заботится. Вот вы сказали про аукцион невиданной щедрости, что повысили на 4 копейки, да, то есть и повысили довольно незначительно в целом выплаты. А может наше правительство больше повысить? Давайте посмотрим, насколько реально повысило, потому что минимум заработной платы повышен с 1218 гривен, который у нас был на протяжении всего этого года, до 1378. То есть это прибавка 160 гривен. При таком росте цен, росте тарифов на коммунальные услуги, там, сплаты за телефон, за электроэнергию, все же это растет. Как растут цены на лекарства? Они растут на сотни процентов уже по многим видам лекарств. Тот же минимум пенсии, извините. Да, гордо правительство говорит, мы повысили пенсию пенсионерам, кто получал минимум, это 7,5 миллионов человек. Но 7,5 миллионов человек получали 949 гривен. Этого по нынешним ценам не хватит даже на оплату коммунальных услуг, на квартплату. Вот в октябре, когда уже в ноябре пойдут платежки с учетом возросшей цены на тепло, вот тогда мы увидим, что такой минимальной пенсии не хватит даже на оплату квартиры. Поэтому повышение с 949 до 1074 гривен, понятно, что это абсолютно недостаточно. А может? Можно ли экономически? Почему правительство сказало, что оно может в таких пределах? Потому что одновременно этим же законом о бюджете доходная часть бюджета увеличена на 24,6 миллиарда гривен. Довольно большая цифра. Нет, на самом деле это очень маленькая цифра. И вот в пределах такого увеличения, собственно, и добавлены надбавки к зарплатам и пенсиям. Но надо понимать, что в чем трагедия вообще этого года. В том, что произошло огромное падение волового продукта, когда промышленность упала больше, чем на 20%, когда в ВВП последние данные были минус 14,6% по сравнению с прошлым годом. Это огромные цифры. Никто не закладывал в бюджет такое падение. Поэтому прирост, который есть, он достигнут за счет денежной эмиссии. Это инфляционный прирост доходов бюджета, который, естественно, получается, когда растут цены на все, то автоматически растут и налоги. Поэтому природа инфляционная. И у правительства на сегодня действительно нет ресурсов просто взять и поделить. Но можно же действовать иначе. Понимаете? Нужна другая политика. Я просто смотрю, что правительство сейчас планирует. Но оно стоит, например, по-прежнему на тезисе об единой ставке подоходного налога. Оно сейчас будет повышать до 20%, как объявили. Но одинаково. 20% для людей, которые получают многомиллионные доходы в год. И тот, кто получает минимум доходов. Все равно 20%. То есть прогрессивная практика. Европейская практика – это использование прогрессивной шкалы. И мы прекрасно знаем, что в странах не только таких по-настоящему социалистических, типа Швеции, но и в Германии, в других. Но, по крайней мере, прогрессивная шкала больше 50%. Можно брать дополнительные доходы за счет налогообложения богатых. Но правительство не идет на это. И парламент, где все же большинство миллионеров, естественно, на это не идет. Поэтому вопрос социальной политики – основной вопрос. Другой вопрос, о котором вообще очень мало говорят, ввиду остановки большого количества предприятий уже сейчас – это быстро растущая безработица. Уже говорили нам о том, что госорганы заявляли, что она до 11,5% выросла, безработица реальная. Видимо, реальные показатели еще больше и будут больше. Одновременно правительство реформирует службу занятости и выплату пособий безработным, насколько я понял из заявлений, там планируется очень сильно сэкономить на пособиях по безработице. Из всей этой социальной политики идет, конечно, всплеск преступности. Потому что людям, которым нечем кормить своих детей, или они начинают умирать с голоду, они идут на преступления, естественно, более активно, потому что их к этому понуждают. Они не находят работу. Поэтому, что тревожно, тревожно ухудшение социальной ситуации в стране. Это я все сказал для того, чтобы передать слово социологам. А вот, да, социолога мы сейчас сразу и спросим. А вот вы уже сказали, что все получают, зачем пришли от этого повышения. Но вот эти 200-600 гривен, насколько она существенна для простого украинца? То есть, может быть, для него это ого-го сумма? Может, он ее не ждал, и ему ее дали? На самом деле, эта сумма вряд ли может что-то решить, исходя из нынешней конъюнктуры цен, даже на рынке потребительских товаров. Но это символический шаг. Да, это сугубо символический шаг, который строго подогнан под выборы, для того, чтобы в некоторой степени создать ряд информационных поводов в политическом пространстве. И все фракции поддержали его очень активно. В результате чего была эта инициатива так проведена в жизнь. Собственно говоря, мало прозвучало призывов к системному изменению ситуации, а не к такому латанию дыр. И вот здесь мы имеем четкое разделение двух основных сегментов. Это сегмент политических элит и сегмент общества. Как оно взаимодействует в этой плоскости? Бендукидзе где-то около года назад сказал, что у Украины есть сейчас последний шанс провести реформу. Ну, вот как в воду глядел. Элита не заинтересована в проведении реформ. Находясь при власти полтора года, ни одна реформа так и не была доведена до своего логического завершения и не стала давать эффекты. Население находится в состоянии ожидания. И вот что интересно, вот этими инициативами, не позволяющими развивать хотя бы частную инициативу, ведь все возможности были для этого. Тем самым политические элиты все глубже загоняют население в состояние патерналистских ожиданий. Но мы там и были, в принципе, судя по всем данным. Были, однако патерналистские ожидания держатся на своем уровне и в отношении экономической конъюнктуры, и в отношении законов. Дескать, барин к нам приедет, барин нас рассудит. 60% граждан считают, что несколько сильных лидеров могут значить больше, чем все законы и дискуссии для страны. Это показатель того, что, собственно говоря, большая часть населения не может и не хочет предпринимать что-то для системного изменения ситуации. А вот в свете этого, вот этот шаг, как вы считаете, удачен он правительству, власти, накануне выборов, поднятия социальной стандарты, даст им это лишние проценты на выборах? В некоторой степени даст для тех, кто уже определился со своим выбором, и он только укрепится в своем мнении. Моя партия проголосовала за этот закон, то есть она поддерживает. Но, с другой стороны, чтобы это каким-то образом изменило конфигурацию расстановки среди тех, кто уже определился, я не думаю, это не тот рычаг, который сможет каким-то образом перетянуть на кого-то одеяло. То есть ситуация останется статус-кво. Никто не наберет очки на этой игре в популизм. Вот вы сказали ранее, что недостаточно этих доплат, которые правительство смогло выделить. А сколько достаточно? Ну, видите, как говорят, денег мало не бывает, и чем больше, тем лучше. Ну, хоть чтобы скомпенсировать. Но для того, чтобы скомпенсировать, если уже брать по нашему действующему законодательству, то нужно было проводить индексацию на темп инфляции. Вот если бы было повышено в полтора раза, на 50%, то тогда можно было бы говорить, что в среднем покупательная способность граждан сохранена на том же уровне. Но столько нет, скажем на сегодня, столько нет по другой причине. Потому что у правительства идут одна за другой неудачи именно в экономических реформах. Потому что в стране огромный уровень коррупции. Об этом знает и говорит Мисс Мир. Потому что огромные средства разворовываются вместо того, чтобы направляться на социальные цели. На Донбассе многое чего не работает. На Донбассе война, конечно, очень многое тянет. Это безусловно, все это нужно принимать во внимание. Ну, собственно, на это все списывается. Вот взаимные санкции с Россией. Россия вводит постоянно ограничения на ввоз украинской продукции. Но Украина и сама вводит ограничения торговые. С Россией обе стороны теряют огромные фантастические деньги. То есть здесь много можно найти объяснений, но не оправданий. Я хочу это подчеркнуть. Понимаете? Потому что как только мы начинаем анализировать страны, которые переживали подобные очень тяжелые периоды, но любят говорить, допустим, о периоде Великой депрессии в Соединенных Штатах, любят приводить пример. Вот был кризис в Южной Корее менее 20 лет назад. Так сознательные граждане не только трудились с утра до вечера, но еще и сдавали в государственную казну не только деньги, но и золотые украшения. Для того, чтобы был такой подъем, и люди вот так вот действовали, они должны иметь очень высокий уровень доверия к власти. Сейчас что мы слышим? Да, я сделал бы то, то и то, но ведь все равно украдут. И в условиях, когда уровень доверия на самом деле низкий, получается, что и настоящие реформы проводить нельзя. И надо было бы начинать с выдвижения вот таких лидеров, но каким был когда-то президент Рузвельт в Соединенных Штатах, потому что верили, потому что было создано в том числе и Министерство общественных работ, потому что постоянно занимались тем, чем занять безработных для того, чтобы они не просто получали пособие, но и обязательно работали. Потому что для каждой отрасли была программа определенная выхода из кризиса, ее регулирования и так далее. В Украине этого нет. Ошибочность состоит в концепции, потому что здесь как раз говорят, да, у нас патернализм, а пусть выживает кто как сам может. Как будто бы в современных условиях, при высокотехнологичных производствах какой-нибудь банковский служащий, потеряв работу, и ходят сейчас безработных десятки тысяч, может сказать, а начну-ка я шить модные костюмы. Просто так не получится. Для этого нужно создать условия. Вот по данным Института социологии, который вы представляете, вот за последний год половина населения у нас, если взять ответы, в чем вы себя ограничили? Что вы вынуждены были сделать за последний год? Вот половину у нас ограничили себя в покупке одежды, треть в покупке питания, лекарств, в отдыхе. Вот насколько еще, ну и вы говорите, украинцы к этому уже привыкли, да, что ли, свыклись с этим. К чему еще готовы украинцы привыкнуть? На самом деле, я выскажу несколько парадоксальную мысль. Кризис для украинцев, это был как раз период экономического расцвета, когда граждане Украины вышли из состояния серьезного безденежья, безденежья серьезных экономических трудностей 90-х годов, и с 2003 года, благодаря мировой конъюнктуре спроса на металл и химическую промышленность, произошел серьезный рост социальных стандартов в Украине, рост зарплат, рост доходов. Граждане еще были не подготовлены к таким возможностям, которые они получили, особенно в кредитной политике банков. И потом, оказываясь в условиях кратковременных кризисов, каковым был кризис 2008-2009 года, они уже переучали себя к мысли, что это ненадолго, это мы способны перетерпеть. Но на самом деле сейчас Украина вошла в состояние очень серьезного системного экономического кризиса, который неизвестно, сколько продлится, и неизвестно, насколько он уйдет в глубину. Тем не менее, 64% населения Украины, по результатам нашего опроса, дали ответ, что они способны продержаться на своих сбережениях от одного до трех месяцев. Это две трети украинского общества. То есть, когда закончатся эти сбережения, то переход в совершенно иное состояние. И это добыча средств. Вот за последний год значительно изменилась конфигурация страха в украинском обществе. Резко возросли страхи, связанные с проблемами жизнеобеспечения. Если в прошлом году они просели перед угрозами, которыми граждане представляли со стороны внешних игроков, то есть в прошлом году были высокие страхи относительно нападения внешнего врага на территорию Украины, в вхождении войск, то в этом году они просели на 8%. Страхи сохраняются на уровне где-то 52%, но уже меньше. Резко снизились страхи относительно распада Украины как государства на 16%. Тем не менее, возросли страхи относительно безработицы на 10%. Сейчас 70% граждан Украины боятся именно безработицы. Возросли страхи относительно роста цен на 13%. То есть, это о чем-то говорит. Многие сферы в жизни граждан начинают отходить на дальний план. Их начинают беспокоить. Они уходят в локальное состояние добычи хлеба насущного на каждый день. И это является именно тем фактором, который значительно будет тормозить прогресс в украинском обществе. Здесь невозможно говорить о каких-то инициативах на уровне гражданского общества, на уровне взаимодействия между обществом и властью. То есть, здесь максимум можно ожидать от каких-то локальных протестных акций, не имеющих какого-то серьезного влияния и давления на власть. Как вы считаете, к чему еще украинцам 50% себя ограничили за последний год в покупке одежды? Треть покупки продуктов, питания, лекарств. Через год, какие мы цифры, как вы считаете, при таких темпах экономического не роста, а падения мы увидим? Видите, я хочу продолжить мысль, которая была высказана, что люди имеют еще кое-какие сбережения. И вот Национальный банк с восторгом буквально отметил, что в этом году граждане меньше покупают валюты, чем в прошлом, а больше продают. И с начала года продали на 575 миллионов долларов больше, чем купили. А в прошлом году, наоборот, купили на 2 миллиарда 400 миллионов больше, чем продали. Почему? Потому что в прошлом году еще была гривна, и пытаясь перестраховаться от инфляции и от прочего, люди покупали эту валюту. Сейчас этих денег и доходов нет. И многие, у кого есть такие индивидуальные, даже самые мизерные, буквально на похороны валютные резервы, они их вынуждены продавать, чтобы купить лекарства или оплатить квартиру. Конечно, это хватит на несколько месяцев. Но у разных семей по-разному. Но в среднем, я считаю, что через год, к осени следующего года, наверное, подавляющее большинство семей свои вот такие вот резервы исчерпает. И вопрос... Правительство поможет? Правительство не поможет, конечно. И вопрос не только в том, вот как будут там показатели роста. Мы можем даже немножечко и вырасти по показателям. Но ситуация может резко ухудшиться дальше. Поэтому сейчас нужны решения не в виде частных каких-то реформ. Я даже считаю на этом фоне, вот там реформа налоговая, это мелкое дело, этим может быть. И не надо было бы заниматься. Надо было бы строить системную модель того общества, к которому мы движемся. Потому что страны, которые в свое время не приняли мер, например, Аргентина, перед кризисом, дефолтом и так далее, она погрузилась просто в пучину насилия. Мы будем надеяться, что мы не погрузимся в пучину. Я, к сожалению, мы должны заканчивать. Время подошло к концу. Напомню, сегодня мы говорили в студии с заслуженным экономистом Украины Виктором Сусловым. Спасибо вам. И представителям Института социологии Национальной академии наук Украины Андреем Зоткиным. Спасибо за ваши ответы. Ну и благодарю, что осмотрели вас до следующего четверга. Спасибо. Меджлиз is planning the total blockade of the Crimea. The Crimean Tatars have decided not to let in cars from Ukraine loaded with various products and goods. When activists will block the border wasn't announced by the leader of the Crimean Tatars, Rifat Chubarov. And there is no information how it will be conducted. According to his words, from the beginning of the year, the total value of goods coming from Ukraine to the Crimea estimates almost 5 billion dollars. Every day, the Crimean Tatars are exposed to the pressure. Ukraine can't protect them, but keep on trading with the occupant. Such situation, Chubarov believes, is unacceptable. We are planning to conduct blockage in the end of the month. We invite MPs, leaders of the civil organizations, experts to our common work. We think that in one week we have to be on the border, if the situation is not settled by other means. People are mistaken that by sending food there from the mainland they feed our citizens. I credibly state that more than 80% of these products are loaded at other automobiles and across the Kerch Strait were delivered in Russia. And another part goes to the military units of occupants, executioners and self-defense. We shouldn't feed bandits that torture our citizens on the occupied territories. Karate!